Так, все, мы послушали, Валентина Тимофеевна дала информацию, она почему-то там продолжает активно, наверное, ее бывший округ, поэтому она работает. Сегодня, вернее, вчера я получила ответ, у нас был форум лидерства, на котором я выступала и как раз по этому вопросу. У нас дорога Красноармейск-Варково-Михайловская относится к четвертой категории, которая не предназначена для движения тяжелогруза нового транспорта. Вот. Мы подвели этот вопрос, там присутствовал замминистра, сразу после того, значит, он немножко растерялся у нас на этом форуме, но на следующий день был отзвон и обещали осмотреть данный вопрос и дать нам информацию. Вот. Вчера я информацию получила, я сейчас ее отмечу полную, чтобы вы были в этом. В чем, значит, вы понимаете, карьер, разработка началась, да? Жители у меня тоже лежат, кстати, это сразу комиссия будет передана, два обращения жителей города, причем одно групповое, другое индивидуальное, как раз по проблеме безопасности жителей города. Вся проблема в чем? Что улица Первомайская, это тоже шоссе Красновейск-Барково-Михайловская, да? Люди живут вот в таких условиях, когда постоянный шум, даже идут трещины по домам и так далее и тому подобное. Поэтому вот такая их реакция, что они готовы перекрыть дорогу. Вопросом занимаются все. Выходили и политические партии, выходили и наш завет депутатов, получили ответы. Вот сегодня как раз у меня был Александр Викторович Питунин, мы с ним проговорили этот вопрос. Он посылает депутатский запрос к Огану с тем, чтобы провести встречу, включая и общательную палату, все, поэтому это ближайшее будет мероприятие. С дать полную картину по данному вопросу и каким образом это будет отстаивать и вот собезопасность наших жителей. Ну вот послушайте, какой ответ получили. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело ваше обращение 20 июня 2017 года о возможности строительства автомобильной дороги в объект города Красноармейск Московской области для движения грузового транспорта, осуществляющего перевозку нерубных материалов из близлежащих карьеров и сообщает. В программе по строительству автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области в 2017 год строительство автомобильной дороги для объезда города Красноармейск не предусмотрено. Автомобильная дорога Красноармейск-Барково-Михайловска протяженность 11630 километров в ходе въезд собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГМУ Московской области МОД «Автодор». В настоящее время в Пушкинском районе Московской области лицензии на разработку карьеров действуют предприятия стройиндустрии МОТХС и ООО группы компаний «Стоун». В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 8.11.2002 номер 257 ФЗ об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акции Российской Федерации, автомобильные дороги общего пользования предназначены для движения транспортных средств неограниченного круга лиц. Пользователи автомобильными дорогами имеют право свободно и бесплатно осуществлять проезд транспортных средств. Перевозки пассажиров и грузов по автомобильным дорогам общего пользования в пределах Российской Федерации в случае, если транспортные средства не превышают допустимых весогабаритных параметров, не являются тяжеловесными и крупногабаритными. Все поняли, да? Движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и или крупногабаритных транспортных средств Данное специальное разрешение не допускается. С тем, что в соответствии с 257 ПЗ осуществлять перевозки делимых грузов на тяжеловесных транспортных средств запрещено, специальное разрешение на движение по городу Красномейск не выдавалось. Поэтому делаем вывод, что движение данного транспорта не законно. Это мы с вами делаем здесь написано. Государственный контроль за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения без перевозки грузов осуществляет Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД России. Значит, следующий наш шаг. Обращение в Главное управление по безопасности движения с тем, что были установлены знаки по запрещению движения тяжеловесных средств. Все поняли, да? Вот этот ответ, это, наверное, первая положительная ласточка из всего того, что мы обращаемся.